Продолжение следует... Сделал термометр. Но он пока не достиг нужной температуры, пока только 0,6 показывает. Пойду дальше. Ну вот, начинается хвойная часть леса. Конечно, тут есть и березки. Всякие тут разные. Но я шел целенаправленно к хвойным лесам. Почему? А дело в том, что хвойные дрова, в данном случае зимой, они интересны. Потому что они не сырые, как береза. И смоленистые. И с их помощью можно хорошо разжечь. А березы я потом подложу для углей. Цель этого выхода – тестирование печки в зимних условиях, с палаткой. Вот. Ну, тестирование нового рюкзака очень хорошего. Тестирование обуви. Вот такой вот. Это сапоги из Эва. Ну, там внутри сапожок. Там есть еще носки флисовые. Потом обычные носки. В общем, тестирование в условиях зимнего леса. Такой вот обуви. Здесь вот есть береста. Это тоже интересно. Хотя, выходя из дома, я взял выброшенную в коробку газеты. И вот палка. Обратите внимание, дорогие товарищи. Палка эта найдена в лесу. Это сухая сосна. Либо елка. Ну, в общем, что-то хвойное. Она пойдет на растопку. Я ее на щепочке настрогаю. Буду разводить. Конечно, не огнивым. Зажигалкой. Вот. Ну, зажигалка-то, по сути, тоже огниво такое своеобразное. Там же есть фероцерий. Пусть маленький стерженек. О, какая красота. Ну, ладно. Пойду искать место, где есть дрова. И там все делать. Вот в той стороне МКАД. Это происходит на территории города Москва. Прямо на территории. В лесопарке. Ну, для тестирования снаряжения это вполне допустимо. Такова вот ситуация на сегодня. Ну, а вот, собственно, то, о чем я говорил. Это хвойные дрова. Лежат тут, дожидаются своего часа. Сейчас я их пущу в печку. Но для начала надо поставить палатку. О, какая красота. Лес. Хоть и в черте города. Вон там вот рюкзак стоит. Пойдем посмотрим, что за рюкзак. Очень хороший рюкзак. Баск. Я в высшей мере уважаю эту фирму. Особенно старую, с синей этикеткой. Тут МКАД. Вот там вот, в той стороне. Шумно. Ну, что поделаешь. Вон там машины едут. Вот такой вот рюкзачок. 80 литров. Как раз то, что надо. Лес. Зимний лес. Вот такой вот он. Снегопад был. Называется он Егерь, что ли. Егерь 80. Очень легкий. Вчера взвешивал. Он весит 1,7 килограмма. Этот рюкзачок. Вот такой вот. Металлических там нету. Деталей. Только из спиннинной пластика. Спинка такая хорошая. Но я за счет укладки добьюсь. Хорошего прилегания и опоры на пояс. А так конструктив у него великолепный. Сейчас буду раскладываться. И вот здесь вот. Попробую поставить палатку. Установить там печь. Протопить. И вскипятить воду. Вот такие вот задачи. Для того, чтобы проверить, как это все дело пойдет. Имеет ли смысл что-то изменить, что-то поправить. Сейчас мы на это все посмотрим. Да, выпал снег. И украсил лес. Великой красотой. Сейчас температура на улице. Ну, наверное, не знаю, что покажет градусник. Ой. Ой-ой-ой. 9.8 9.9 Плохо видно. И то еще не стабилизировался он. Плохо видно. Продолжение следует... 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 В общем, короче, 11,2. Вот рюкзак. Большое несчастье. Отлеплялка до липучки. Раз. И палатка порвалась. Вот. Видно. В районе крепления этой проходного узла для печки. Вот это да. Верой и правдой 3 года служила эта палатка. Починить это, наверное, уже не удастся. Вот так вот. Большое-большое несчастье. Придется новую покупать. Очень обидно. Так любил я ее. Так она мне нравилась. Почему так случилось? Вот порвалась. Вот видно, как. Вообще. Совершенно. Может быть, в этом месте был какой-то перегрев. Кто знает. Ну вот. Хорошо, что случилось это здесь. А не в серьезном каком-то походе. Но на душе печально. Обидно. Очень-очень-очень-очень-очень. Очень обидно. Ну что ж. Все равно это всего лишь тряпка. Бывают и страшнее истории. Попробую как-то поставить. А может и не буду ставить. Не знаю. Оставлю, наверное. Вот так вот приходит печаль. Эх. Вот так вот. Сам виноват. Потому что... Ну, потому что всегда мы сами во всем виноваты. Обидно, да? Обидно. Очень-очень. Была у меня мысль, что палатка эта не потерпит того, что ее в подобное место отнесут. Возле МКАДа, грязь. Ну, думал все с туиверией это. А нет. Видите? Обиделась и... Вышла из строя. Там птицы летают. Вон вещи лежат. Посмотрим, какие еще неприятности меня сегодня ждут. Ну вот. Поставил я бедную мою палаточку. Эх, как жалко. Все переживаю. Вот. Повреждения. Это ветки тут какие-то. Повреждения. Вот тут вот оно. Пошло как-то. Даже не по шву, ничего. Вот. Прямо около выхода трубы. Видимо, ткань деградировала от нагрева. Надо это учесть. Ну, что ж. Такова судьба всех вещей. Все ломается, все портится. Жалко, обидно. Но послужило, послужило верой и правдой. Больше трех лет. Надо новую, значит. Будем сейчас собирать печь. И в этой печке есть усовершенствованная. А именно задвижка и новое колено. Оно приехало с Алиэкспресса. Легкое, дешевое. Из немагнитной нержавейки. В общем, интересно. Ну вот. А там едут машины. А здесь стоит палатка, которая бывала в чистых и хороших местах. Теперь она обиделась за то, что я сюда ее притащил. И вот так вот себя повела. Ну ладно. Что ж делать. Ведь не только из радостных событий состоит наша жизнь. В основном-то из печальных. Там вот топор висит на дереве. Важно его не забыть. Вот он. Топор висит. Берем. Опа. Топор. Все равно не выходит из головы. Не выходит. Виноватая перед тобой палаточка. Виноват. Притащил сюда. Ну. Значит, судьба. Так. Вот колено. Изначально оно пришло под 90 градусов. Но я его немного разогнул. А вот это вот. Вот это. Это задвижка. Сделанная из титанового листочка и титанового электрода. Вот труба свернутая лежит. А это вот. Интересная многофункциональная решеточка. Такая сетка из нержавейки. И в нее воткнуты тоже титановые палочки такие. Это тоже для борьбы с искрами. Сейчас вы увидите, в чем состоит задумка. Это еще не тестировалось. Задвижка уже тестировалась. И другой тип колена тоже. Посмотрим, что выйдет. Сейчас буду все собирать. И устанавливать. Вот такие вот усовершенствования. Вот, собственно, стоит печь. Собранная уже. Это кусок асбестового одеяла. Вот чехлы из яркой ткани для инвентаря. Трубочка, чтобы раздувать. Кольца. Вот, кольца лежат титановые. Для того, чтобы трубу собирать. А это титановая фольга. На выхлопе из трубы будет она стоять. Как колпачок. Вот так вот. Но мысль о порче палатки, конечно, не дает мне покоя. Не дает. Больно. Больно осознавать, что столь драгоценная для меня палатка пострадала. По моей же глупости. Ой. Очень печально. Очень-очень-очень. Вот так вот собирается эта задвижка. надеюсь, видно одно отверстие для такого выступа, который есть на патрубке, а другое просто с противоположной стороны. И в нижней части находится задвижка. Вот так вот это устроено. Все очень просто. Увидел я эту технологию у печей Light Outdoors. И решил воплотить жизнь с небольшими изменениями. Сейчас будем смотреть, что получится. Бедная палаточка. Вот. Это вот верхняя часть трубы. Так вот она выглядит. Это все очень легкая. Титановая фольга. И колено. Вот, собственно, как выглядит задвижка. Вот она там перемещается. Внутри. Посмотрим с той стороны. Не знаю, насколько видно. Вот. Так вот, в общем, она там крутится. Сейчас еще один нюанс, который будет сегодня испытан. А именно вот эта сетка. Итак. Вот что сделано из сетки и титановых стерженьков. Цилиндр. Он пойдет вот сюда. Вот. Этот цилиндр. Я его туда вставлю. Ну, в общем, понятно, да? В зоне высокой температуры он будет находиться и опираться о дно печки этими ножками. Чтобы дрова ничего там не помешали. Сейчас проверим, как это все у нас получится. Две меры. Против искр колена и сетка в основании. Вот такие вот эксперименты сегодня. А палатку жалко. Так, штук. Апию. А сетка. А сетка. Продолжение следует... 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 Пойдем посмотрим на улицу, как это выглядит Вон там еще кое-какие дрова лежат МКАД, рекламный щит стоит А ведь никто не из тех, кто едет на этих машинах по МКАДу Не знает, что здесь такой вот сумасшедший человек сидит Разжигает печь в палатке А с другой стороны, может, еще кто-то другой сидит И еще более интересными вещами занимается Вот таков наш мир Никогда не угадаясь, что тут произойдет Ну вот, разгорается Разгорается печурка Дым уже, я вижу, идет Вон он Пойдем глянем, что там снаружи происходит О, тепло Солнышко заходит И вот так вот Какая красота Дым идет двумя струями из этой С колена из этого Пойдем отойдем в стороночку К рюкзаку Рюкзак висит себе Никуда не делся Во Идет оттуда дым Из устройства такого Из коленного Вот так вот Переночевать, что ли, тут Спальник только нет Вон заходящее солнце окрасило лес Красота Лепота Колено я потом оснащу Растяжками Чтобы растягивать Эх, бедная, бедная Палаточка Пойду еще дровишек Что ли Подготовлю Где же это, я так, топор Ой Все, все вот так вот Получается в нашей жизни А вот рюкзак висит Разгорается печь Сразу разгорелась От бересты Ну там и мелкие, сосновые Всякие Фрагменты Пусть разгорается О, там жар Видно, как через Сели Вот огонек-то там Печь надо правильно растапливать Набить туда сухих дров Потом перед самой топкой Перед дверцей Развести Огонь Нормальный Закрыть Все протянет Ну, как видно Тут дыма нет в палатке Все вытягивать туда Через трубу Интересный опыт Но Конечно, потери Потери Имеют место быть Что же делать Без потерь не проживешь Дом Продолжение следует...